Тяжелый бронированный танк это хорошо, но не хотелось бы вам предотвратить угрозу еще до того, как она грянет. Не будет ли лучше, если вам вообще можно будет о ней не думать? Кстати, ответ на оба этих вопроса – да. И гении из Израил Милитари Индустрис придумали, как это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Железный кулак – новейшая активная оборонительная система Израиля, предназначенная не только для танков, но и для легких, более маневренных машин, в том числе для хаммеров и грузовиков. Его задача – обнаруживать приближающуюся угрозу и ликвидировать ее навсегда. Выглядит она не более устрашающе, чем, скажем, автомат для подачи теннисных мячиков. Но, полагаю, в этом и есть ее ценность. Эту систему, предназначенную для защиты военной техники и других уязвимых объектов, разрабатывали три десятилетия. Чтобы защитить технику, можно только увеличивать вес. Требовалось нестандартное решение. Полагаю, чтобы танк мог противостоять всему спектру потенциальных угроз, он должен весить примерно 200 тонн. Метрических тонн. Это невозможно. Ни один мост, ни одна дорога не выдержит такую технику. На самом деле техника должна становиться меньше, более универсальной, чтобы выполнять любые задачи. Железный кулак идентифицирует тип снаряда по его следу и форме, а затем точно высчитывает, что нужно для его уничтожения. Он справляется с угрозами двумя способами. План А. Легкое убийство. Создание электронных помех для противотанковых управляемых ракет. В этом случае ракеты либо падают раньше, либо разлетаются в разные стороны. Если ракеты преодолевают систему помех, железный кулак в долю секунды переключается на план «Б». Мы обнаружили, что имеется большое количество разных ракет, и что практически невозможно создать так много глушилок и механизмов. Поэтому мы изменили план и решили соединить легкое убийство с тяжелым убийством, чтобы отражать надвигающуюся опасность вне зависимости от того, что она из себя представляет. Метод тяжелого убийства заключается в пуске взрывчатого снаряда, который ищет и перехватывает угрозу. Если это реактивная граната или танковый снаряд, система мгновенно включает метод тяжелого убийства, выпускает перехватчик и перехватывает угрозу. Но он не попадает в цель. Снаряд взрывается рядом и создает ударную волну, которая охватывает цель и разрушает ее. Это происходит без детонации боеголовки. Волна просто сбивает ее с неба, что минимизирует побочный ущерб. Идея этой системы – ликвидировать угрозу. Но мы делаем это без физического контакта с целью. Перехватчик обладает летальной мощностью. Перехватчик точно знает, а речь идет о миллисекундах. Точно знает, когда активизировать свою боеголовку. Железный кулак – полностью автоматизированная система. Войска, входя в зону боевых действий, включают систему, и она начинает работать. Радар постоянно сканирует обстановку на 360 градусов, готовый отразить любую вражескую угрозу. Обычный экипаж в основном смотрит вперед и не замечает какого-нибудь парня с РПГ. Но система автоматически засекает пуск ракеты и способна отразить угрозу. Идея железного кулака – создать невидимый щит вокруг боевой единицы. Система постоянно отслеживает разнообразные опасности, а некоторые из них несутся со скоростью полтора километра в секунду. Не так много вещей на Земле, способных реагировать так быстро. Железный кулак обладает уникальными сенсорами, которые облегчают выполнение повседневных заданий. С другой стороны, система очень легкая, но в итоге способна спасти вам жизнь. IMI успешно провела испытания железного кулака против самых различных целей. Эта штука, может, не порхает, как бабочка, и не жалит, как пчела, но зато уничтожает ракеты. Это РПГ-7. Старый, дешевый, но очень эффективный. Самый распространенный реактивный гранатомет на планете. Из него стреляют с плеча. Он способен пробить бронеплиту толщиной до 30 сантиметров, что делает его одним из самых грозных на поле боя. Сможет ли железный кулак одолеть его? Понимаю, звучит почти слишком хорошо, чтобы быть правдой, но пора проверить его в действии. Когда система железный кулак активизируется, радар должен обнаружить любое нападение. РПГ летит быстро. Выпустить снаряд можно с близкого расстояния. Значит, для эффективности железный кулак должен обладать молниеносной реакцией. Железный кулак выпускает снаряд, чтобы перехватить летящую гранату. Лучшая защита, отличное нападение. БТР остался цел. Благодаря уникальным возможностям данной конкретной системы мы контратакуем в считанные доли секунды. Железный кулак может бороться с любыми типами снарядов, ручных, гранатометов, с противотанковыми управляемыми ракетами, фугасными танковыми снарядами и, что самое сложное, с кумулятивными проникающими снарядами. Он обеспечивает невидимый и непроницаемый щит вокруг любой боевой машины. Субтитры создавал DimaTorzok